Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Клауди, с вами Миша и Сергей. И это наш видеоотчет с выставки Vape Expo 2016, 9-10 декабря. Ну что мы можем сказать? У нас сложилось двоякое впечатление. С одной стороны, это было грандиозное событие, два больших павильона, один поменьше. Было все обо всем, и жидкости, и мехмоды, и платы. Даже было оборудование на разлив, то есть со всех сторон подошли в этот раз на выставке. Было фееричное шоу, был мировой клауд-контест, был шанский даже контест. Ну, очень круто с этой стороны, но с другой стороны... Но с другой стороны было и очень много минусов, и самое главное, они касаются первого дня. Организаторы, к огромному сожалению, либо не учли, либо не захотели учесть тот момент, что на самом деле на эту выставку пришло намного больше людей, чем на предыдущую. И работало всего 8 стоек для регистрации, и это создало огромные очереди на вход. К огромному сожалению, наш сотрудник, наша любимая Ксюша, которая должна была участвовать в женском клауд-контесте, так и не смогла принять в нем участие, потому что простояло в очереди 2,5 часа. К сожалению, мы смогли попасть уже банально просто под закрытие выставки, причем все это сопровождалось огромной толпучкой, огромными криками, орами, охраной. В общем, вход первый день был просто безумный и больше напоминал апокалипсис. Это самый огромный и жирный минус этой выставки. А в остальном, наверное, если его убрать, то все было просто супер. Ну что, пройдемся по стендам. Компания Urban на выставке, помимо двух новых вкусов, представила свою новую лимитированную линейку, которая нам понравилась гораздо больше с их основных вкусов. Особенно мы хотим выделить вкус чая, он бомбический. Vivo представила два новых вкусов, это Vivo для чая и Vivo для куба. Куба нам не очень, а чай вполне годный. Но главным событием на экстенде оказался мех от Vivo Local, El Thunder. Мех нам казался очень интересным, мы его уже заказали, ждем в магазине. И подробный обзор после того, как мы его хорошенько покрутим, подержим и посмотрим. Жидкость Boom порадовала посетителей выставки двумя новыми вкусами. Нас особо не впечатлил кактус, потому что более вкусного кактуса мы еще не видели это точно. На стенде Candy4U мы взяли тест-пак. Будет обзор, ждите. И мы тут решили подойти к стенду Joy, тут непонятные какие-то дрипочки. Я тыкаю в него пальцем, закрываю базу. Сейчас положу на место. О, а здесь нам с Мишей дали в руки огромный мод от компании Joy. Мы его вертим, смотрим, он правда огромный. Мы его перевернули, опять перевернули, смотрим. Подходит Ксюше, ей не нравится, что мы находимся так долго около этой платы. Миша пытается нажать на кнопки, ничего не происходит. Но на им китаянка берет мод в свои руки и нажимает на кнопку. Не происходит абсолютно ничего. Ксюше это утомляет все больше и больше. Китаянка открывает мод, смотрит на аккумулятор. Аккумуляторы вставлены четко. Аня переводит камеру на дрипки, пока нам расхерачивает мод. Поняли, что проблема в изоляции. Решили дать отковырять изоляцию Ксюше. Ксюша ковыряет изоляцию, снова ковыряет изоляцию. Аня переводит камеру, чтобы не снимать, как Ксюша ковыряет изоляцию. Мы сняли изоляцию и включили эту плату. Она огромная, прикольная. 2,26650 аккумулятора, которые есть в комплекте. Ксюша решила поддержать, ей тяжело. Поставили на место. В этот раз вся японская продукция была представлена на едином стенде. В том числе, знакомая нам уже жидкость на гоме, но и многие другие. Часть мы взяли на тест-пак. Но больше всего нас впечатлила вата. Да, да, не удивляйтесь, именно вата. Она была представлена в виде кусочка, похожего на влажную салфетку. И скручивается по принципу Скотти Шурова. Довольно интересное решение. Однако цена настораживает. 500 рублей за пачку. Но мы будем еще решать, нужна ли нашему городу такая вата или нет. Пишите в комментариях. Одним из главных открытий на этой выставке для нас стала жидкость нефти. Российская бюджетная жидкость, которая не тянет на бюджетную. Ну, о ней можно говорить очень много, поэтому мы снимем отдельный обзор. Ждите ближайшее время. Компания CoilArt представила свои мехи на стенде. Сомнительное у нас ощущение. Мы долго их крутили, пытались понять, из чего они и как они устроены. Нам не понравилось то, что внутри, по сути, пластик идет, используемого материала мало. Но зато ценник довольно приятный на них, для оригинального меха. Но, тем не менее, нас он не впечатлил, мы решили, что нам такое не нужно в магазине. Компания Atmos представила на выставке свою новую линейку Atmos X. Бутылочки по 50 мл, 10 вкусов и два нового вкуса Moshero. Ну, что мы можем сказать? Да ничего мы не можем сказать. Компания Cigley представила много интересных и не очень продуктов, но больше всего нас заинтересовала дрипп, который в качестве разогревательного элемента используют не спирали, а керамические пластины. К сожалению, нам попробовать ее не удалось, так как такой возможности Cigley не давала. То, мне повезло, я выиграл и занял первое место в их розыгрыше. Я, как помню, 036-й билет, который вытянул. Ну, прикольно, приятное ощущение. CIGLEY! На выставке мы обзавелись не только телоделовыми партнерами, но и друзьями. Мы подружились с Бренданом из компании Ravensmoon. Мы часами обсуждали его моды, смотрели на баки, смотрели на всю их продукцию. И нам чудом удалось урвать 4 лимитированных механических мода Eretic, которые еще не были отданы на серийное производство, а были сделаны Бренданом своими руками. Действительно чудо и продается в нашем магазине. Также мы оказались на стенде Sabomo Innovation, и оттуда мы смогли урвать несколько мехмодов в шорте. Отличный мех, я очень доволен пользуюсь, очень доволен. Надеюсь, и вы станете вычастливым обладателем. К огромному сожалению или счастью, выставка была настолько огромная, что того времени, что мы не находились, не хватило, чтобы обойти ее и все. И уж не говоря о том, что мы не посетили ни шоу, ни киев-воркшопы, ни другие мероприятия представлены на выставке. Для того, чтобы, наверное, обойти ее, нужно человек 10, которые будут прям бегать, бегать, бегать между стендами. Но мы надеемся, что мы выцепили все самое-самое необычное лучшее, и надеемся, что вы оцените то, что мы привезли в наши магазины. В связи с этим хочется пожелать организаторам Вейп-Экспо увеличить количество дней, потому что два действительно мало, и выделить, наконец-то, день для B2B. Все-таки хочется спокойно об обстановке поговорить с производителями, а никогда ебошить музыку без конца, как очень сильно она надоела нам за эти два дня. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok